День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого, ток-шоу, главная тема. Осень и зима принесли в Беларусь серьёзное потепление бизнес-климата. В стране вступил в силу ряд резонансных документов, декреты развития предпринимательства, указы о развитии ремесленничества и агротуризма. Другими словами, ещё один шаг государства в деле стимулирования частной инициативы и самозанятости. Сегодня это главная тема, мы начинаем. Итак, гости программы, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивойна. Владимир Васильевич, здравствуйте. Начальник управления спорта и туризма Гомельского обл. сполкома Денис Езерский. Денис Владимирович, здравствуйте. Начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельского обл. сполкома Марина Кривунь. Марина Михайловна, добро пожаловать. Спасибо. Заместитель председателя Республиканской конфедерации предпринимательства, руководитель Центра бизнес-развития, бизнесмен Наум Кац. Наум Михайлович, милости просим. Итак, начнем с традиционного опроса, легко ли работать на себя и что вы знаете о действиях государства, направленных на развитие бизнеса. С таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Поддержка же есть и сейчас, и по телевидению сколько. В последнее время тоже о поддержке частного бизнеса неоднократно на эту тему говорят. Я не занимаюсь им, поэтому я ничего конкретно сказать не могу. Поддержка есть. Понимаете, с учетом, это мое мнение, зная своих друзей, вот этого экономического положения тяжело. А так я считаю, вон они живут нормально. Я бы посоветовал лучше как-то объединяться, потому что одному для себя пробить молодому будет очень тяжело. Потому что опыта нет ни организации, себя организовать даже тяжело, не то что какой-то процесс. Когда объединяешься, немножко это легче. Но объединяться лучше как бы не совсем друзьям. Почему? Потому что трудно друга стребовать. По радио слышал, что какие-то льготы есть, поддержка. Но вообще, я думаю, трудно в нашем государстве частный бизнес развить. Может, мало осведомленности у людей. Я, собственно говоря, работала в 90-х. В 90-х тоже было трудно, когда все валились. Кто работает, тот выскочил. И здесь, кто работает, тот тоже выскочит, я так понимаю, все-таки. Ну, трудно, конечно, потому что не те деньги у нас. Что делает государство для развития частного бизнеса? Работает это. И легко ли у нас вообще быть предпринимателем в Беларуси? Ну, мое мнение, легко. Я частный предприниматель, работаю. Проблем не вижу никаких. Работать надо. В эфире Гомель. Это студия на Пушкина 8. И мы продолжаем, уважаемые гости. Ваши короткие комментарии. Владимир Васильевич. Совершенно правильно было отмечено по второму интервью, что надо знать перед тем, как заниматься бизнесом, надо знать, чем заниматься и какую цель ты перед собой видишь. И хорошо то, что мы сегодня здесь собрались в студии. Это информация. Информация для людей в какой-то степени позволит, наверное, определиться с бизнесом. А мне вот понравилось последнее мнение. Говорить хорошо, но вот работать надо. Как вам, Денис Владимирович? Абсолютно согласен. И еще вот тоже ремарка женщины, которая сказала, тот, кто работал, тот и сейчас работает. Поэтому главное, чтобы у людей было желание заниматься тем, чем они хотят заниматься. И в то же время я практически уверен, что как минимум каждый второй белорус не прочь стать бизнесменом, в идеале успешным бизнесменом. Так ли легка эта дорожка? Марина Михайловна. Любое дело, которым занимаешься, наверное, нелегко и достаточно трудно. Как уже отметили, сработать надо. И в каждом деле должен быть профессионализм. Если ты любишь свое дело, и твое хобби, твоя душа стремится к нему, значит, все будет легко, но, опять же, надо прилагать максимум усилий. Зарегистрироваться предпринимателем, безусловно, легко. Это на сегодняшний день не больше одного дня. Юридическое лицо можно зарегистрировать также быстро. Очень тяжело работать на себя, осознавая свою ответственность, рискуя всем своим имуществом, имуществом своих близких. То есть это огромная-огромная ответственность. Я уже давно говорю, что бизнесмены, как правило, работают 26 часов в сутки. Знаете, почему? Почему? Потому что она сейчас раньше встает, она сейчас позже ложатся. Насколько легка эта дорожка, которым многим такой сладкой кажется? Знаете, я много езжу по миру, везде бизнес жалуется, что тяжело работать. Но почему-то я очень мало знаю людей, которые из него сами выходят. Это тяжелая работа, но она себя окупает самоудовлетворением, тем, что ты что-то делаешь. И главное в бизнесе, вообще-то, это профессионализм. Это такое большое заблуждение, что законы помогут сделать бизнес лучше. Исключительно ваш профессионализм, умение учиться, видеть наперед, это главное в бизнесе. А еще, наверное, талант, потому что все-таки и здесь он не без этого. По поводу таланта, говорит Господь, дает только 7% талантливых в одном направлении, остальных надо учить. Все остальное труд. Если говорить про мировой опыт, как понимаю, упор на малый бизнес, возможно, потому что он более мобильный, как у нас. Да, безусловно. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, он достаточно мобилен. Ведь, скажем, крупные корпорации, они работают одним единственным проектом. Они развивают сразу несколько направлений. Почему упор делается на малый бизнес? Потому что действительно очень легко перестроить свою работу. И очень быстро понять, требуется ли сегодня в этой нише твоя продукция или нет, посмотреть вперед и опередить немножко время, шагнуть чуть-чуть быстрее. А мировой опыт показывает о том, к сожалению, и в принципе это подтверждают очень многие страны, что из 10 зарегистрированных бизнесменов к концу первого года остается работать 7, а успешными через 5 лет остается трое. Повод задуматься. Владимир Васильевич, вот, кстати говоря, до программы услышал ваше мнение. Вы убеждены, секрет успеха бизнеса в трудолюбии, а еще в грамотно выбранной нише. И в связи с этим активно рекомендуете обратить внимание на небольшие населенные пункты и сельскую местность. Почему? Ну, не я рекомендую, в принципе, это, наверное, рекомендует время, которое сегодня сложилось. Нормативные документы 337-й указ лавы государства, 345-й указ лавы государства. Он именно нацелен, в том числе и на малую местность, где сегодня, наверное, должен небольшое предприятие оказывать какие-то услуги, а, наверное, индивидуальный бизнесмен, который может себе быстро откорректировать свой вид деятельности. И в связи с этим государством там установлено льготное налогообложение. По ряду видов деятельности, по работам, по услугам в сельской местности, по торговле. Одна базовая величина 24 500, в принципе, и можешь вести бизнес. Но было правильно отмечено, начать его, наверное, легко. Надо понимать, что ты хочешь начать. Надо понимать, что ты хочешь делать. А этому надо сперва, наверное, должен сопутствовать большой анализ. Любой бизнес, достаточно серьезный, он требует профессиональных кадров. То есть людей, которые обладают определенными профессиональными навыками. Это и швейный бизнес, если мы говорим именно о производственном бизнесе. Да даже если это общепит, найти толкового повара, я думаю, что не в каждом районе можно легко. Я так думаю, что, наверное, с поваром будет попроще. Во всяком случае, система профтехобразования, и она работает, и эту профессию легче получить. Мы сейчас, давайте, вот разделим две проблемы. Именно производственный бизнес, вот то, чего мы ожидали от шестого декрета в том числе. Не секрет, что шестой декрет, который был направлен на развитие именно производства в сельской местности, дал самый большой, скажем так, результат, выстрел в Минской области. Потому что сконцентрирован возле столицы, достаточно много ресурсов было, в том числе и трудовых. В нашей области, к сожалению, это чуть-чуть в меньшем объеме произошло. И вот сейчас этот 345 указ именно на развитие бытового обслуживания, общественного питания и розничной торговли на селе, дает возможность в том числе и жителям малых городов и сельской местности получить качественную услугу и в том числе заработать на этом деньги. Мне подсказывают, есть мнение из зала, предлагаю выслушать. Пожалуйста. Меня зовут Илья. Вот меня заинтересовал такой вопрос в соцопросе, когда спрашивали людей, как помогает государство бизнесу и развитие предпринимательской деятельности. Вот, допустим, как из моего опыта, у меня отец работает в Комитете государственного контроля, рассказывая, что чуть ли не каждую неделю, получается, они приезжают и накрывают человека, что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. То есть я бы хотел уточнить, существуют какие-нибудь льготы? Почему бизнесмены, чуть ли не каждую неделю, вот, отец говорит, что происходит, как бы, вот это... Почему нарушают? Почему, как бы, существуют ли какие-нибудь льготы? Почему бизнесмены стараются уклониться от уплаты налогов, и в том числе предпринимателей, чтобы... А может быть, льготы по слаблению слишком много, Владимир Васильевич? Но вопрос в том, что, когда вы уточнили, почему вот все-таки некоторые предприниматели стараются уклонить от уплаты налогов, заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Так легче, наверное. Вопрос такой, да, вопрос такой широкий. Действительно, льготы по налогообложению, даже сегодня и в сельской местности, они есть. Если общая ставка налога на прибыль и подоходного налога от доходов 18%, здесь она 6% и прибыль, и подоходный налог. Ставочка по, если ты осуществляешь виды деятельности сегодня именно в сельской местности, ты заплатишь одну базовую величину, и на этом все, и можешь осуществлять деятельность. Ты освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость, от уплаты налога на недвижимость, земельная, арендная плата налога. Это что касается льгот. Они вот эти преференции, сегодня упоминали мы 6 декрет, да, у нас порядка около 490 тысяч субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют деятельность по 6 декрету, они освобождены от налога на прибыль, и эта прибыль остается у них на развитии предприятия. Но почему наши граждане стараются уйти от налогообложения? Наверное, первое, я всегда так говорю, это культура нашего воспитания. Идти в бизнес, надо быть готовым делать, понимать, что ты делаешь, и понимать, что ты должен платить. Прийти в бизнес и не знать тех норм права, которые регулируют тот вид деятельности, это неправильно, это не бизнес. Бизнес, когда ты знаешь свои права, и, соответственно, знаешь свои обязанности по плате платежей. Очень хороший был вопрос молодого человека. Я бы задал его по-другому, ему же вопрос, либо всем нам вопрос, я же все же кац. Самое главное, почему у бабушки вот этот пучок, или там у ИПшников, дороже, чем в гипермаркете, где огромная сумма налогов, вот ответ на ваш вопрос, почему на рынке, где нет налогов, где минимизированы налоги, товары все равно стоят дороже, чем в нашей гипермаркете, где платят огромные налоги. Вот как ответим на этот вопрос, тогда точно будет у нас более-менее спокойная жизнь. Меня зовут Марина, я как молодой специалист хотела бы задать вопрос. Возможно, в будущем я бы хотела открыть свой бизнес, и где можно в полной мере ознакомиться с законодательными актами и со всем тем, что нужно для развития и открытия своего бизнеса. В Гомельской области, в принципе, и в республике создана инфраструктура поддержки малого бизнеса. Только на территории нашей области таких 11 субъектов хозяйствования. Это 9 центров поддержки предпринимательства, которые расположены и в Гомеле, и в Светлогорске, и в Рогачеве. Вот недавно зарегистрировался в Речице и в Жлобине. В ближайшее время мы планируем расширять, скажем так, их сеть. И два больших инкубатора малого бизнеса. Это Гомельский технологический парк и Билл Траст Инфо. Если вы как молодой, скажем так, специалист, либо же начинающий предприниматель, обратитесь, в частности, в Билл Траст Инфо, вы на бесплатной основе, мы уже это практикуем не первый год, а сейчас руководитель центра и сама это делает, для начинающих предпринимателей на бесплатной основе проводятся курсы обучения. То есть вас научат и вам расскажут, как начать свой бизнес, как выбрать учетную политику, как выбрать систему налогообложения и ряд других вопросов. В дальнейшем вам помогут сопровождать ваш бизнес. Что ж, ну а мы продолжаем. Тем временем к разговору в студии готовы подключиться гости программы бизнесмен Юрий Сулим и председатель совета предпринимателей центрального рынка города Гомеля Надежда Комова. Надежда Алексеевна, добрый день. Как давно вы в бизнесе и как за это время менялись условия работы? В бизнесе я 29 лет. Здесь должны быть аплодисменты. Свою предпринимательскую деятельность я начала как производитель. Я занимаюсь до сих пор пошивом головных уборов, то есть я скорняк. Вы представляете интерес бизнеса самого крупного рынка областного центра и все же буквально тезисно, с какими проблемами сегодня чаще всего сталкиваются индивидуальные предприниматели? Проблем у нас много, не только по налогообложению. По налогообложению сейчас даже нет вопросов. Люди понимают, куда уходят налоги. Больше идет суммарно. У нас всегда стоял вопрос суммарно. А оплата идет же не просто только налог заплатил и все. Идет арендная оплата, идет это когда едешь за товаром, это все накладные расходы. Очень было приятно, когда мы встречались вместе руководство города, руководство налоговой инспекции. Ведь многие вопросы решались. Вот просто поднялся вопрос, тут же у нас существует, мне даже хочется отдельно отметить, Татьяна Александровна, Дайнека еще. Вопрос тут же решаемо через министерство. То есть, если сегодня представитель бизнеса знает имена налоговиков, это говорит, наверное, о том, что связка действительно тесна. Это здорово. Все-таки, говоря о проблемах, что бы вы выделили буквально по пунктам? Один, два, три. Ну, я слышала до этого, значит, выступление Марии Михайловны, что мы сейчас начнем собираться. Проблема не я могу только высказать. Есть разные группы товара, и у каждого человека есть свое мнение. Их нужно объединить. Тогда будет все правильно, и пойдет правильно, и люди будут не бояться торговать. И многие не знают того. Есть один человек, который заводит неправильную информацию, доводит до предпринимательства. Получается конфликтная ситуация. Ситуации этих не должно быть. Мы все живем в этой стране и должны быть правильно. Юрий Олегович, подключайтесь к разговору. Рад видеть в студии программы. Вы руководите крупным предприятием по переработке отходов. Сейчас говорили о том, что, конечно, не без проблем. Проблемы и сложности были всегда. Как стать лучшим в своем деле? Не знаю. Надо просто работать, нормально работать. Хотел бы обратить внимание еще также и на область полком, которая действительно всегда в состоянии подсказать, подсказать, сделать. Мы осуществили два инвестиционных проекта, которые действительно государство выделило частично и компенсацию денежных средств, а также выделение непосредственно самих земельных участков. Также мы были ряд лет освобождены непосредственно от налога на землю, от налога на прибыль. Значит, да, это дает возможность для того, чтобы начать деятельность. Да, она большая, да, она серьезная, да, тяжелая. Но все эти вопросы были и ранее тоже. И этих указов на сегодняшний день, конечно, тоже большое количество, и они существуют положительно. Но и на тот момент их тоже хватало. Кто хотел делать что-либо, то всегда делал то же самое. Знаю, что крупному бизнесу по переработке отходов готовить подарок для себя, конечно, как руководителя предприятий для жителей региона, ресторан в самом центре Гомеля, другими словами. Что может быть толчком для развития бизнеса в регионе? Вот как раз последний указ является самым, наверное, основным, потому что очень многие нормы, правила и требования, значит, очень многие изымутся из основных документов. И действительно это будет все сделать гораздо проще. Потому что, да, мы делали это здание, да, мы со многими сталкивались с моментами, которые и сегодня их хватает. Скажем прямо, не без проблем. Всего хватало. Всего хватало, конечно, да. Да, но поймите, если всегда делать все так, как написано там, так, как должно быть, то мы никогда не дойдем. Ни один бизнесмен не дойдет до конца. Потому что должно быть где-то в любом случае, где-то ты должен, ну, не скажу, что это может быть слово какое-то там подобрать, там, исхитриться. Но ты должен найти выход для того, чтобы пойти дальше. Пойти, пойти, пойти. Это равносильно тому, что если ты летишь в космос, то либо ты долетишь до конца, либо ты просто упадешь. Варианта только два. Вот и весь вопрос. Сегодня то и дело звучал декрет номер семь. Резонансный документ по сей день обсуждается в обществе. Президент сказал о нем так. Беспрецедентная свобода и льготы для бизнеса. Марина Михайловна, как считаете, так почему же государство каждый раз старается пойти выстроить это общение на новый уровень? Ну, наверное, сложно сказать, почему старается. Это необходимость. Ведь все нормы действующего законодательства, в том числе декрет номер семь, он не распространяется только на малый бизнес. Он распространяется на все субъекты хозяйствования. Абсолютно все субъекты хозяйствования. И, скажем так, его принятие было обусловлено необходимостью сократить тот перечень процедур, в том числе административных и иных других. Потому что, ну, честно говоря, много лет работая с бизнесом, иногда сталкивался с такой нормой, что при открытии объекта общественного питания применялись санитарные нормы и правила. Чуть ли не моего года рождения. Было очень забавно на это смотреть. Вот поэтому этот документ, он не спонтанный. Над ним работали бы практически год, даже больше. Это, скажем так, выстраданный и совместный документ о том, как будет взаимодействовать государство и субъекты хозяйствования при реализации своих прав. Но при этом, если государство идет на уступки, органы идут на уступки, государственные, то же МЧС, ну, ряд других, ветеринарные службы. То есть у нас достаточно защищенная страна в этом плане, то и от бизнеса требуется свой объем ответственности. Во-первых, это документ по взаимодействию государственной власти и самого бизнеса. Самое основное. И вот в первом написано, как говорится, разделе, это взаимодоверие. Взаимодоверие двух структур. Что касается налогового законодательства, четко определено, до 2020 года мы не меняем систему налогообложения, мы не увеличиваем налоговые платежи в ставках. Это правильно. Мы, как госуправленцы, давно об этом говорим. Должна быть постоянность. Определенная постоянность, чтобы человек-бизнесмен мог планировать свою работу хотя бы на небольшую перспективу. Сегодня берется обязательство три года не вносить никаких изменений. Я думаю, это первые шаги. Время будет показать, покажет, может, надо будет и пять лет, а может, где-то надо будет поменять для упрощения ведения бизнеса. Но Михалыч, как считаете, что может стать теми самыми точками роста? Знаете, мне повезло. Я был на встрече с президентом после принятия этого декрета и слышал из уст его самого, его оценку этого седьмого декрета. И мы как раз когда сидели, тихонько обсуждали. Знаете, мы с ним были абсолютно согласны. Он вот четко сказал, что я понимаю, что седьмой декрет, это не декрет получился, это как бы нормативный акт. Декрет это как бы директива. Но я понимал, что надо дать импульс стране, что надо развязать вот эти все узлы, которые накопились. Возможно, в силу каких-то причин. Вот, и, как он сказал, в следующую фразу, это волна. Сейчас седьмой декрет, потом следующий декрет. Мы будем смотреть, что меняется, и будем упрощать ситуацию. А вообще это нормально? Каждый год нам дают какие-то новые правила, и нам нужно быть мобильными? Директива номер четыре, была допущена ошибка. Вот ее приняли, и она стала константой. В этот раз, я так понимаю, президент уже оценил ту ситуацию, не будет константы. Седьмой декрет, анализ, там, десятый декрет, там, какой-то закон поменяют. Вот, явно было чувствовалось его такая вот четко выданная позиция. Ребята, мы хотим меняться вместе с вами. И вот его слова, я жду от вас предложений, я жду от вас вашей точки зрения, мнений. Я такое услышал, ну, наверное, совсем недавно. И мы вышли из этого зала, все такие вот, действительно, мы гордились, что такой президент, что он так говорил. Подводя черту под седьмым декретом, вы и ваши коллеги по цеху, бизнесмены, с большего довольны документом? Знаете, у меня такая вот фраза в голове. Что такое законы? Законы – это таблетки. Ну, когда у тебя все плохо, ты ищешь проблему. Вот молодой человек сказал, мы работали 20 лет назад, и когда были 90-е годы, и у нас получалось. Если не получается, тут точно не правы, не законы. Закон облегчает, как витамин. Работать еще проще и легче. Бизнес будет работать и в Африке, и в Швейцарии. Я проехал полмира, все недовольны законами. Все. И все работают. Поэтому закон – это то, что облегчит. Указ о развитии ремесленной деятельности, который вступил в силу в середине января, совсем свежий документ. Это еще один путь к легальной самозанятости? Вот об условиях немножко расскажите. Мы деятельностью… Это не новый указ. Это указ, который просто позволил, скажем, расширить возможности ремесленников, которые были до этого. У нас порядка 1300 физических лиц занимаются ремесленной деятельностью. И опять же, сумма налога 24,5 рубля в год – небольшие доходы. Главное, это подспорье для человека, его интерес. Если ты можешь что-то сделать своими руками и предложить кому-то, и за это получить доход, это, конечно же, плюс. Может, даже плюс как источнику дохода дополнительному, который где-то имеешь по месту основной работы. Может, это плюс к самозанятости, опять же, населения. Возвращаясь вот к третьему декрету, мы видим количество людей, которые не имеют основного места работы. Поэтому государство должно создать условия, чтобы человек нашел себя в этом государстве. Предложить ему условия игры, как я говорю, дать ему место вот на земле. Вот есть пустой кусочек земли, вот здесь есть электричество, есть вода, а ты сам прими решение. Или ты будешь ремесленником, или ты другой бизнес, должны быть созданы определенные условия. Они сегодня государством создаются. Ну и ремесленники сегодня получили возможность продавать свою продукцию через интернет. Продавать свою продукцию с места его изготовления. К разговору в студию готов подключиться еще один гость программы. Хозяйка агроусадьбы в Речицком районе Ольга Галев. Ольга, добро пожаловать. Ольга Павловна, подключайтесь к разговору. Как давно в агробизнесе и с чего начинали? Зарегистрировали мы свою усадьбу летом 2013 года, а первых клиентов приняли в сентябре 2013 года. То есть сейчас уже пятый год нашей работы. Начиналось с нашего оптимизма, с желания работать на природе и с указа об агротуризме, который давал очень лояльные условия для начала этого бизнеса. То есть все-таки документы, которые принимаются, то и дело в стране, они являются тоже хорошим стимулом для развития бизнеса и появления новых бизнес-единиц. Много ли туристов приехало к вам за это время? Ой, я их не считала, чтобы так ответить. Достаточно много. Нельзя сказать, что поток их огромен, но они есть. И я могу по годам примерно сказать, когда было больше, когда меньше. Вот мы начинали в 2013 году работать, их было очень мало, конечно. В 2014 год мы отработали очень успешно, а в 2015-2016 годы были достаточно спокойные годы. В 2017 у нас выручка выросла значительно, то есть мы можем быть довольны. Как по-вашему, агротуризм стал ли бизнесом, по-настоящему бизнесом, который приносит доход? Сложный вопрос, потому что все агротуристические хозяйства, скажем так, работают по-разному. Я могу говорить о себе и сказать, что агротуризм – это реально доходный бизнес. Трудно, потому что он очень сезонный. То есть умение, реально доходный бизнес для меня – это бизнес, который приносит постоянный хороший доход, и мы можем его как-то планировать, развивать и достигать более высоких уровней. Здесь сложнее, но заработать реально? На жизни семьи заработать реально всем. Денис Владимирович, вот, кстати говоря, судя по доходности, сколько бизнеса в агробизнесе? 161 сегодня субъект работает, как уже было сказано. И что касается активности, на 10 тысяч человек принято в 2017 году, туристов больше. Я хочу согласиться с тем, что да, было время, когда немножечко это все спало. Я это прежде всего отношу к тому, что начали обсуждать старый указ. И те люди, которые занимались агробизнесом, они немножко с опаской начали относиться и придержали где-то моменты развития этого направления. И 2017 год, когда уже после большой череды согласительных совещаний, встреч, в том числе с владельцами агроусадии, на уровне местных органов власти, на уровне Министерства спорта и туризма, уже были вырисованы черты нового проекта указа. Конечно, это повлияло опять на возврат к этому моменту. И опять владельцы агроусадии начали активнее приглашать, заниматься этим. Но соглашусь полностью, на сегодняшний день это не бизнес, это дополнение к бизнесу. И его не может быть много, на самом деле. Если будет спрос, как я уже говорил, будет предложение, будут и больше людей этим заниматься. Новый указ, который с января месяца вступил в силу, позволит людям проще входить в это. Они смогут попробовать без какой-то опаски. Сегодня не надо быть владельцем именно дома в деревне. Это может быть и земельный участок, выделенный под строительство. Сегодня не надо думать, какие виды услуг я могу оказывать на агроусадьбе, какие не могу. Это четко и конкретно прописано в указе главы государства. Сегодня я могу построить на своей земле, которая у меня есть, например, под огород, было раньше, гостевой домик, и не относить его к жилищному фонду, а это своеобразное уже упрощение регистрации, подходов к оснащению этого жилого помещения. То есть сегодня указ позволит большему количеству людей попробовать себя в этом направлении. У кого-то это получится, и он останется. И, соответственно, мы получим еще один замечательный уголок отдыха для не только граждан Республики Беларусь, но и для гостей, которые все чаще и чаще открывают для себя Республику Беларусь именно благодаря агробизнесу. Мы сегодня видим эту статистику, и сегодня наша страна признана одним из лидеров по посещению туристов, иностранных туристов и отдыха на агроусадьбе. Возвращаясь к достаточно свежему документу, им легализовано проведение праздников и банкетов. Как считаете, все ли останутся довольны? Что касается хозяев агро-экоусадьб, здесь понятно. А вот нет ли нареканий со стороны местных жителей, которые хотят спокойной и тихой жизни? Знаете, вот за время действия даже указа прошлого, и я думаю, что и указа нового, поступлений таких жалоб серьезных, во-первых, управления спортом и туризмом, их не было. Если какие-то жалобы и появлялись, они очень просто решаются сегодня на уровне местных исполкомов, сельсоветов. Поэтому соседи всегда могут договориться, и поверьте, я думаю, что сегодня благодаря тому, что в каком-то из населенных пунктов появляется агроусадьба, заинтересованных становится даже где-то больше. Потому что для того, чтобы агроусадьба стала интересной, хозяин агроусадьбы будет задействовать в том числе и возможности своих соседей, местных жителей. Для которых это тоже своего рода подработка. Конечно, абсолютно верно. В общем, ищите во всем плюсы. Надо искать плюсы. Я вижу рядом с вами каталог, свежий каталог агроусадьбы Гомельщины. По сути, пока эксклюзивная версия, презентацию которой ждет Гомельская область. То есть количество в качество уже переросло? Да, это на самом деле интересное очень издание. Это своеобразный подарок и 80-летию Гомельской области. И мы его готовили и работали над ним непосредственно к выходу указа. И большую работу и издательский дом провел, посещая агроусадьбы. Здесь не все агроусадьбы представлены в Гомельской области. Лучшие? Есть агроусадьбы, которые сегодня представляют и могут представлять интерес. Но это станет хорошей настольной книгой для туристических предприятий, туристических фирм. Потому что сегодня новый указ позволяет в том числе и турфирмам уже напрямую работать с агроусадьбами, формировать свой туристический продукт. И это позволяет сегодня любому владельцу агроусадьбы выйти уже немножко даже на другой уровень. С другой стороны, турбизнес продавать слабых не будет. Вот много ли таких вот действительно качественных турпродуктов сегодня есть в регионе в агробизнесе? Ну раз мы собрались, смогли собрать такой каталог, я думаю, что этого достаточно для того, чтобы достойно представлять агробизнес в Гомельской области. И я думаю, что этот каталог станет хорошей точкой отчета для тех, кто только начинает. Чтобы посмотреть, как это может быть в дальнейшем. И усадьба, которую представляется сегодня здесь на передаче, она тоже в этом каталоге. Это говорит о том, что она уже заслужила и признание, и где-то авторитет. И она сегодня на устах. Потому что если мы говорим о том, что на 10 тысяч турб выросло посещение агроусадьб только за год, это сегодня интересное направление, которое необходимо развивать. И в завершении программы еще одно экспертное мнение. Ждем в студии на Пушкина 8 кандидата экономических наук, заведующую кафедрой Гомельского государственного университета имени Французской Скорины Ольгу Башлакову. Ольга Сергеевна, подключайтесь к разговору. Как экономисты расценивают осенне-зимнее потепление бизнес-климата в Беларуси? Однозначное мнение бизнес-сообщества и экономистов заключается в том, что это, во-первых, очень ожидаемый документ. Во-вторых, он действительно вскрыл те проблемы, которые существовали в бизнес-среде. Мы начнем с того, что начало этого документа – это принципы, на которых должен строиться диалог государства, то есть власти, с бизнесменами. Если мы действительно достигнем выполнения тех принципов, которые заложены в декрете, то это будет таким хорошим посылом для бизнес-сообщества. Также хочу подчеркнуть, что не только этот документ является важным. На протяжении нескольких лет Беларусь планомерно, во-первых, снижала уровень налоговой нагрузки на воловой внутренний продукт. Это позволило нам повыситься в индексе doing business более чем на несколько десятков пунктов. Это значимое достижение. Это очень значимое достижение, да. Во-вторых, то, что мешало бизнесу – это высокие ставки по кредитам, сложности получения кредитов, большие объемы льготного кредитования. То тоже сегодня политика, проводимая Национальным банком, правительством, она позволила достичь снижения в несколько раз. Это на более чем 20-30% ставок по кредитам. И мы видим итог, который был озвучен на этой неделе нашим комитетом статистики, что воловой внутренний продукт Беларуси за прошлый год показал рост. То есть он вырос более чем на 2%. Интересовались ли, как опыт Беларуси в этой сфере выглядит на фоне стран-соседок? Конечно, вопрос очень интересный и важный. Здесь хочу отметить, что принятые у нас документы и декрет, и программа развития предпринимательства, он находится в русле как раз всех стран, которые с нами соседствуют. Украина приняла аналогичный документ год назад, Польша в 2017 году приняла программу развития предпринимательства. То же самое касается Российской Федерации и стран Балтии. Ну, могу привести несколько цифр. Конечно, по уровню развития малого бизнеса и его влияния на экономику мы сопоставимы сегодня только с Российской Федерацией. То есть в России это 20% ВВП, Беларусь сегодня чуть менее 30%. Беларусь ставит перед собой задачу к 2020 году достичь цифру порядка 40% волового внутреннего продукта. Это то, что будет производить малый бизнес. Я надеюсь, что если продолжится курс на либерализацию экономики, налаживание контакта бизнеса и государства, то мы вполне можем достичь этих показателей. Рядом документов, о которых мы сегодня в том числе говорили в студии на Пушкина 8, государство, как мне кажется, сделало далеко не один шаг вперед навстречу бизнесу. Так что же необходимо для того, чтобы система заработала по-новому? Вы знаете, мне сегодня очень приятно было в студии увидеть вот такую подборку специалистов приглашенных. Это действительно хороший рыночный подход. Есть такое понятие в экономике, как институционализм. То есть когда с позиции институтов рыночных решаются проблемы. Сегодня декрет седьмой развития предпринимательства. Я бы сказала, что это такая платформа, на базе которой потом, благодаря взаимодействию и бизнеса, и институтов рыночных, в том числе органов фискальных, государственных, как налоговая инспекция, комитеты госконтроля, область полком, как исполнительная власть, бизнес-сообщество, которое сегодня тоже хорошо представлено. Мы слышали, что Нау Михайлович сегодня рассказывал о встрече у президента. Это очень действительно мне тоже, как экономисту, приятно слышать, что эта проблема осознанна, она известна. И я думаю, что мы будем ее решать. Мы в этом заинтересованы. Потому что независимость Беларуси, создание хорошей прослойки среднего класса, она во многом зависит вот именно от этих факторов. Итак, уважаемые гости, время подводить итоги программы. У каждого из вас есть буквально по 30 секунд для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Нау Михайлович. Я думаю, главное, мы начали диалог. В Библии есть такая фраза, и в начале было слово. Будет диалог, страна будет двигаться дальше. Как только диалог прекращается, все останавливается. Я за диалог. Владимир Васильевич. Было сказано, что государство идет на упрощение, на создание условий. Хотел бы, чтобы бизнесмены, которые начинают свою деятельность, сперва исследовали то, что хотят делать, анализировали то, что будут делать, а потом принимали решение, может где-то и неординарное. Тогда совокупность норм права, совокупность вот этих поступков и приведет к улучшению нашей экономической ситуации. Денис Владимирович. Знаете, дорогу осилит идущий. Никто не придет и не сделает нашу жизнь лучше. Если и говорить о чем-то, или подводить черту, мы хорошо начали с хорошей фразы. Надо работать. Если сегодня, как уже было сказано, создаются условия для того, чтобы мы работали, надо этим пользоваться. Есть достаточно известная, практически настольная во всем мире книга «Атлант расправил плечи». Я очень хочу, чтобы наш бизнес, бизнес Беларуси, бизнес Гомельщины расправил плечи и занял действительно 80% ВВП страны, но при этом не сокращалась работа нашей промышленности. Итак, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ